Главное мое требование, как главы государства, справедливое отношение к каждому человеку, обеспечение равных возможностей для получения образования. Вот в плане справедливости тут уж никуда не денешься. Это первые шаги будущих наших граждан Беларуси. Поэтому эти первые шаги должны быть честными, порядочными и справедливыми в обстановке честности и справедливости. Поэтому сегодня мне важно услышать позицию каждого участника совещания относительно новаций, заложенных в обоих документах. Не менее актуален вопрос, насколько готова наша система образования к новым подходам, закладываемым в кодексе и правилам приема. Что они дадут стране, ученикам, педагогам? Не будет ли это новшеством ради новшества? Например, хотелось бы более подробно услышать о введении национального государственного экзамена, расширении целевой подготовки. Будет ли при таком подходе обеспечен обозначенный мною принцип? Важно, чтобы за этими изменениями мы не потеряли возможности увидеть каждого абитуриента. Я хочу вас ориентировать на откровенный диалог, так как в системе образования мелочей не бывает. И дело в том, что мы уже не можем допустить никаких ошибок. Система определяет в том числе развитие экономики страны, ее устойчивость к мировым вызовам. А это уже вопросы обеспечения национальной безопасности. Мы должны услышать общество. С учетом нашего опыта, наших подходов, мы должны выработать нормальный кодекс об образовании, чтобы он работал долгие годы. Еще раз подчеркиваю, но если не детям нашим, то внукам точно придется учиться по этим кодексам. Поэтому ошибок быть не должно. Давайте определимся, как мы будем принимать вузы людей, или мы нынешнюю систему сохраним, что прошлое всего. Или же мы ее модернизируем существенно. Меня насраживает только одно. За централизованным этим тестированием мы всегда видим человека. Вот это вот опасно. Поэтому ошибок не должно быть. И еще раз, школа должна быть школой. Это храм. Все это в кодексе должно быть отражено.